МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У вас святая служба информации телерадио компании Гомель, у студии Александр Гамоля. Глядите у этого выпуска. Перспективы нафтоздобычи. Специалисты Беларусьнафты приступили до масштабных разведочных работ в полдневой части Припятского прогина. Наведать зону отчужения специалисты турфирмы и наши корреспонденты отправились в туру по леске радиационно-экологичный заповедник. Ахвяры по властным жаданиям, киберзлочинцы протягивают корыстаться довером людей. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Новый этап в истории предприемства Беларусьнафта. Специалисты приступили до геолого-разведывальных работ в полднево-структурной зоне Припятского прогина. По попередних прогнозах тут можно находиться до 14 миллионов тонн в углеводородов. Реализация буйного проекта различена на 5 годов. Об его перспективах материал Дмитрий Акотова. Сейсморазведка выкористовывается для выучения глубинной будовы земли. И она необходна для пошуку новых родовища у нафты. Беларусьнафта сейсморазведывальные работы проводит постоянно. Полностью выворченный центр и полночь Припятского прогину. И вот распочинается бойный проект по пошуку нафты у полдневой часцы. Борются скважины, закладываются заряды, взрывчатки, производится согласованный подрыв. И на основании сейсмограммы, которая получается, приборы ее фиксируют. И отсюда делается заключение о геологическом строении той местности, на которой проводятся работы. Потому что каждый слой имеет свою сейсмограмму. На основании этого есть взаимосвязь определенная со строением геологическим и наличием нефти, в частности. Первые известки об том, что нетры этой земли могут заховывать нафту, заявились еще в 50-х годах минулого ста годзя. Однако, иснующие на той момент технологии не дозволили распочать масштабную работу. Зараз означают у компании «Беларусьнафта» все по-иншому. На сегодняшний момент научно-технический прогресс двинуется далеко вперед. Мы столкнемся с большими глубинами залегания, с сложными фильтрационными свойствами пластов. Но, тем не менее, научный прогресс движется. И у нас уже есть опыт и возможности внедрять в этом регионе современное технологическое решение для добычи нефти. Программа полевых сейсморазведывальных работ различена до 2025 года. По сути, для задержанных специалистов это новый выклик. Можно сказать, что у першиню будет выкористовываться формат 3D. Больше информативный, упорованный не с раннейшим 2D. Сейсморазведывальные работы охобят 3000 квадратных километров. Это приблизно 37,5 тысяч физичных доследований. Глубиня махчимых новых родовища около 4 километров. Территориально работы будут проводиться у пяти районах. Лельшицким, Хонецким, Ельским, Наравлянским и Мазырским. Сама инфраструктура, она включает в себя различного рода трубопроводный транспорт, скажем так, системы сбора, подготовки, транспортировки жидких углеводородов, газообразных углеводородов. То есть, соответственно, время и объемы, скажем так, для создания, они могут быть различны в зависимости от объема опоискованных и разведанных месторождений нефти. Если здесь будут достаточно уверенные объемы нефти в этих месторождениях, соответственно, будет выполнено весь цикл проектных работ и, соответственно, строительно-монтажных работ по созданию инфраструктуры. Новый проект для Беларусьнафти мае особливое значение. У первую часть ГУГЭТа обумовлена удалой логистикой. Важно отметить, что зона нашего геологического интереса, которая сосредоточена в южной структуре зоны Припятского прогиба, находится на незначительном удалении от Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Это всего лишь 70 километров, что позволит в перспективе всю добытую нефть из этого региона направлять на Мозырский нефтеперерабатывающий завод и загружать его мощности хорошей, высококачественной, легкой нефти. Попередние доследования дают становшие прогнозы. На территории пауднево-структурной зоны Припятского прогиба находится около 14 миллионов тонн вуглеводородов. Это хобби, чтобы добывать тут нафту на протяжении 10 и даже больше годов. Дмитрий Котов, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Национальное агентство по туризму и управлению спорту и туризму Гомельского облывыконкама запросили у Полески державный радиационный экологичный заповедник представников белорусских туристичных фирм. Мета проведенного инфатура – развитие внутреннего туризма на территориях, которые потерпели у вынеку Чарнобыльской катастрофы. Разом с удельниками тура в зону отчужения накировались и наши корреспонденты. Надпис «Тут починается 30-ти километровая зона отчужения и колючий дрот». До Чарнобыльской катастрофы на территории существенного Полеского радиационного экологичного заповедника проживало больше, чем 20 тысяч человек. Зараз об этих часах нагадывают 96 отселенных вёсок. Туристов сюда возят уже несколько годов, но этот вид туризма можно сделать больше массовым. За два года осуществления туризма в зону завез иностранцев из 20 стран. Туристов в самой Дальней Австралии, Китае, Индонезии. В основном, по количеству, это больше всех приезжают иностранцев из Польши, Литва, Чехия, Германия. Интересуют в основном это Урбекс. Туристы, люди, интересующиеся заброшками и последствиями аварии на ЧАЭС. Аматеры экстриму у покинутых домах саправды могут убачить шмат цекавых. Правда, ничего саправды каштунных тут нема. Пусут, дитячие ляльки, газеты 1986 года. У былой вёсцы Дроньки захаваўся будынок школы с партами и портфелями. Людям обіцали, што и они вернутся празд некальки месяцев. А таму сабой убрали только самое необходное. Хоть запаведник – это не тольке покинутые дамы, але и навуковая работа. У 96-м сюды с Беловежской пушшы завезли 16 зубров. Ця-перых, каля 170. Жывёл никто не контролюя, и они свободно перемешаются по усёй тэрытории. А таму сустреть их можно не тольке у годовальнику подчас кормления, але и у любым месцы. Для людей небеспеки и они не уявляюць. Даже если это какие-то старые самцы, такие мощные очень, они всё равно никакой агрессии никогда не проявляли. Я встречался десятки раз. Ни разу не встречал случаев, чтобы мне показалось, что есть агрессивное поведение. Они или спокойно отходят, или убегают просто. Чаще убегают просто. С громким шумом таким прям по лесу, как будто деревья падают. У Палецким Державным радиационно-экологичным заповеднику пропануюць негальки видов экскурсий. Информационные экологичные, освятницкие, навуково-пазнавальные. Правда, за пандемией коронавируса всё лета тут побывали только крыху больше, как 300 туристов. Это значно меньше у поравнаний с минулым годом. Но специалисты не выключают, что после нормализации эпидемичной ситуации зона отчужения может стать просягальной для айчинных и замежных туристов. Поскольку этот маршрут особенный, и он интересен с точки зрения научного туризма, образовательного туризма и даже ностальгического туризма, потому что, естественно, ряд судеб наших соотечественников связаны с этой историей, историей Чернобыля, историей трагедии. Олег Сунцеров, Ольга Коновалова, Валерия Панько, телерадиокомпания «Гомель» с Полесского державного радиационно-экологичного заповедника. Звонки из банка, сделки покупли продажи на разных сайтах, просьбы об допомозе у садсетках. Всё ли то у «Гомеля» киберзлочинства устало на шмат больше. Ти-то махляры вышли на новый узровень. Ти-то люди частей стали поведомлять об этому милицию. Але в любом выпадку, поколь народ доверливый, а шуканцы не спять. Марина Северянова доведалась, какие схемы частей выкрустовывают технично отдукованные злочинцы и что с этим робить. Спочатку мы выросли испытаться у «Гомель» шанса и троплялись. Они у сетки виртуальных махляров. Да, в последнее время очень часто. А вот где именно? Где, где, где? На куфоре часто в последнее время. Нет. И никогда из банков не звонили? Никогда не просили? Из банков звонили. А вы что? Ничего. Я не повёлся. Нет, не пытались. Ну и никогда не писали? Никогда не звонили из банков вам? Нет, никогда. По раннейшим активные шуканцы, которые представляются банковскими супрацовниками. Моете на увазе, с этой структуры по вайбере и ватсапе звонить не будут. Особистые дадены так само не попросить. И на и так мают всю необходимую информацию. Легенда была, что с моей карточки сняты деньги. И моё ли это в этом участие было? Вот. Я сказала нет. Вот они сказали, надо заблокировать. Сябра. Позвучи грошей на три дня, дайте номер карты для оплаты покупки. Киберзлочинцы – люди не только технично адекватные, а и добрые психологи. И частей из-за всех это не одиночки, а целые злочинные группы. Здравится, что частка ее удельников находится в Беларуси, остатняя за межой. Отшукать таких махляров вельми складано, а часом просто немогчимо. Миновед от того, гэта вид злочинства настолько популярны, пока ранее практически отсутничая. До того ж, сами ахвяры редко звертаются в милицию. Але робить гэта не обходна, навод калифинансового урону отрымалася позбегче. Чым больше информации об таких выпадках, тем простей следшим. Первое – это, прежде всего, доверчивость наших граждан. Вторая причина – это низкая финансовая грамотность нашего населения. Ну и третья причина – это, конечно, все больше и больше у нас используются в стране высокие технологии, интернет-связь, различные интернет-площадки. Соответственно, наши преступники тоже не стоят на месте и владеют и овладевают различными способами своих преступных действий, используя в том числе данные интернет-площадки либо интернет-ресурсы. Самое парадоксальное, что охвяры доброохвотно отдают свои гроши уроки махлярам. Никто не промышает, но меры карты и особистые дадены люди поведомляют ошуканцам без ваганев. Между тем, таких выпадков у Гомеля все лета свыше тысячи, значительно больше, чем летать. А кольки еще охвяр, которые вы решили пережить это без оголоски. Практически во всех злочинных схемах махляры играют на наших почутках прагностей, цикавности и страху. Они шукают и находят способы отримать даденые банковских карток, электронных рахунков, навод наявные гроши. Коль вы думаете, что попались, неоткладно блокируйте карты и телефонуйте в милицию. А в уголе махлярство в интернете будет процветать до тех часов, пока люди без оглядки будут доверять іншим. Марина Северьянова, Сергей Комков, телерадиокомпания «Гомель». У Гомельской области стартовал комплекс профилактических мероприемств «Удержтехогляд». На протягу двух дней у сотрудники ДАИ проверять наявность ответственных документов. Не все водители отримывают их с первого раза, вне которых отправляют ликвидовать порушения. Специалисты звертают особливую увагу на технические характеристики, которые напрямую вплывают на безопасность. Справность подвески, тормозной системы, рулевого управления. Проставники филиала «Белтехогляда» означают, с 2014 года колькость водителей, которые проходят эту процедуру, скорочается. На сегодняшний день количество проведенных гостехосмотров сократилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество допущенных транспортных средств к участию в дорожном движении постоянно снижается с 2014 года, после введения так называемого дорожного налога и привязки его к гостехосмотру. Особое внимание уделяется техническим характеристикам транспортных средств, которые напрямую влияют на безопасность дорожного движения. Это такие, как тормозная система, рулевое управление, подвеска, экологические показатели. Как пройти «Техогляд», водители повинены предоставить «Техпашпорт», правые страховку, а так само выплатить держпошлину. Сам «Техогляд» каштой коля 25 рублей. Процедура продолжится не больше за годину. За первое порушение терминов проходжения «Техогляду» предугледженный штраф. От одной до трех базовых величин за полторное от двух до пяти. Открытый диалог со студентами прошел в ГДУ Мяфранциска Скарины, которого присвятили теме «Беларусь и ГТМИ». На встрече собрались члены молодежного парламента при Национальном сходе Республики Беларусь, лидеры студентского самокерования и активисты БРСМ. Они обмярковывали будущее в Беларуси и роль молодых в формировании державности. Хлопцы и девчаты верят в эффективность роли органов самокерования. Они допомагают реализовывать прорывные идеи и инновации. Открытый диалог Беларуси – это мы. Это не только возможность показать себя, обменяться мнениями, какими-то идеями, но еще и обсудить эти мнения и идеи. Вот это что-то новое с экспертами и со спикерами, которые присутствуют. Администрации, руководители, власти. Они готовы слушать молодежь, они слышат молодежь. Только были бы идеи. Сейчас запущена платформа «Движение вперед», где любой молодой человек Республики Беларусь может высказаться, какой он хочет видеть Беларусь будущего. Самые активные, самые классные идеи будут реализованы в жизнь. Они будут донесены на высокий уровень. И если они найдут поддержку при молодежном парламенте, то они будут реализованы. Уже более 4 тысяч предложений поступило на эту платформу. И все они отрабатываются молодежным парламентом при национальном собрании. И все они доносятся в Совет Республики. В 2021-м скончится трилогия «Года малой родимы». И удельники со встречи обмерковывали, чему можно просвятить на доходящий год. Сярод пропонул «Год волонтерства». Бо сель эта пандемия показала, насколько важная и значная роль от доброохотных помощников в громадстве. Мероприемство проходило не только по схеме пытаний отказа, и включало интерактив. Молодь поделилась на команды, и каждая представила властный проект. Гомельский медуниверситет повеливший лик волонтерских отрадов студентов для допомоги пациентам с COVID-19. Зараз соединяют три такие отрады. У них выходят 26 студентов старейших курсов, которые в первую очередь допомогают при дыхательной реабилитации хворых, проводят консультации. Волонтеры прошли навычание по правилам выкорыстания сродков индивидуальной обороны, захованиями расобистой безопасности, инструктаж по охове прации. Доброохотникам оформили страховку на выпадок заражения. Устыли рок. Эстрадно-симфоничный оркестр Мя Василевского проставил слухачам другую концертную программу, просвеченную русскому року. Москва, коле! Я буду рад, ты не будешь мне! Москва, коле! Я буду рад, что происходит! Музыканты дали гостям махчимость не только пошуть лепшие проверенные часам хиты, але и принять активный удел у их выполнения. Бо у русским року, окроме гуковой фактуры, важны слова и сенс. Со сцены Палаца культуры чагуношников гучали песни таких коллективов, как «Парк Горкого», «Кино», «Би-2», «Чаев», «ДДТ», «Ночные снайперы», «Ленинград» и «Моральный кодекс». Композиция мужа исполнилась по 20-30 годов, але они все так же подобаются слухачам. Русский рок от западного, от первой программы «Инрок стайл» отличается тем, что в этой программе все зрители поют вместе с музыкантами, с вокалистами и с оркестрантами, потому что все эти песни люди, конечно же, знают наизусть. Они настолько гармонично переплетаются, классические группы симфонического оркестра с роковым звучанием барабанов, гитар и со всем этим драймом, что мы даже не ожидали, что получится вот настолько синтез этот будет таким глубоким. Эстрадно-симфоничный оркестр имя Василевского зараз рыхтует третью версию программы «Устыли рок», какую представить слухачам в наступном годе. Это и другие новинки, информацию о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Махинации с документами на предприятиях Светлогорска выявили сотрудники межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований. Одним из объектов проверки оперативников стало местное сельхозпредприятие. Его руководитель наладил целый конвейер по переносу денежных средств со счетов организаций в свой карман. В документы вносились недостоверные сведения о финансовом состоянии предприятия. За полгода директор смог незаконно заполучить около 23 тысяч рублей. Согласно статье, по которой возбуждено уголовное дело, наказание может составить от 3 до 10 лет лишения свободы. Дал взятку в 100 рублей сотруднику ГАИ. Крупного штрафа попытался избежать жители Брестской области, автомобиль которого в Лилическом районе остановили инспекторы. Мужчина передал право управления своим Мерседесом приятелю-бесправнику. Машина была остановлена неподалеку от деревни Букча. В отношении водителя был составлен протокол, после чего оформляться нарушения стали на хозяина машины. Чтобы избежать ответственности, тот предложил взятку и оставил инспектору около водительского сидения 100 рублей. Мужчину неоднократно предупредили о том, что это наказуемый поступок, но тот совета не послушал. Теперь является фигурантом уголовного дела о взятке. За минувшие сутки сразу три наезда на пешеходов произошли в Гомельской области. Два из них в Гомеле, один в Мозере. В райцентре 63-летний мужчина сбил на пешеходном переходе 71-летнюю пенсионерку. Женщина с травмами была доставлена в Мозерскую районную больницу. Еще два пешехода были госпитализированы в Гомеле. На улице Ильича автомобиль БМВ сбил 55-летнего мужчину, а на улице Советской Рено Логан наехал на 63-летнюю женщину. Хотелось бы еще раз обратиться к водителям о том, что на пешеходном переходе преимущество имеет пешеход. Соответственно, вы это преимущество должны предоставить. То есть, увидев пешехода, вы должны остановиться, пропустить его и после этого только продолжить свое движение. Хотелось бы также напомнить пешеходам о том, что при пересечении проезжей части дороги вы должны убедиться в безопасности своего перехода. То есть, посмотреть по сторонам и убедиться, что водители вас увидели, заметили, остановились и предоставляют вам преимущество в движении. В Гомеле найден пикап, который неизвестные угнали в ночь на 30 ноября. Хозяин активно разыскивал свою машину через мессенджеры и социальные сети. Накануне автомобиль заметили около железнодорожного переезда в Мельще под Гомеле. Машина была сильно повреждена. Хозяин, который назвал свою машину бульбовозом, ранее не опасался воров и обычно оставлял ее возле дома, не запертой и с ключами в замке зажигания. Курение на пьяную голову едва не довело до трагедии в Житковичском районе. В деревне Найда чуть было не погибли три человека. Пожар произошел в частном доме. Еще до приезда пожарный хозяин и двое его знакомых самостоятельно покинули пылающее помещение. Один из мужчин пожаловался на плохое самочувствие. Медики диагностировали у него ожоги тела и дыхательных путей. На пожаре повреждено имущество в доме, стены и потолок. Всего же за минувшие сутки было два пожара. В Светлогорске этой ночью в огне оказался легковой автомобиль. Не повезло хозяину и на марке Рено Лагуна. Возгорание началось с моторного отсека легковушки. Причина пожара устанавливается, усматривается поджог. Никто не пострадал. Это все новости на сегодня. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель. Новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В гости едут аутсайдеры. Гомель и Металлург. Завтра начнут домашние серии матчей в хоккейной экстралиге. Рыси на домашнем льду сыграют с Могилевым. Команда Сергея Стасина, помню, сейчас замыкают тройку сильнейших в таблице чемпионата. Ближайший соперник на седьмом месте. Металлург ждет в гости локомотив команды из Орши на последней восьмой строке. Сталевары на шестой оба поединка стартуют в 19.00. В высшей лиге хоккейного чемпионата Беларуси дубль Гомеля потерпел очередные поражения. Неудачно сложился вояж в Брест. Гомельчане дважды уступили хозяевам льда. 1-4 и 4-7. В турнирной таблице Гомель-2 на 13 месте, а в дуэли соседей по турнирной таблице Металлурга-2 и Шахтера-2 ничья. В жлобине команды обменялись победами. В первой встрече в овертайме вверх взяли Сталевары 5-4, во второй Горняки взяли реванш 3-1. В таблице чемпионата Металлург-2 замыкает квартет сильнейших. Гандбольный клуб Гомель сообщил о переходе в стан женской команды украинки Елены Уманец. За спиной у гандболистки выступления за ряд клубов украинского чемпионата, венгерские Хайдунаши Кишварда, а также израильский Хапаэль. Защищала Елена Уманец и цвета национальной команды Украины. За Гомель левая полусредняя может дебютировать 9 декабря. Команда Томожа Чаттера отправится в гости к Берестию. Бумпром стал обладателем Кубка Гомеля по волейболу. В финале был обыгран водоканал. Обладателем бронзы стала команда Гомельского управления магистральных газопроводов. Газовики были сильнее «Алмаза». С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4.